МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. Вода – источник жизни. На Всероссийской конференции обсудили перспективы развития водоканалов. Чему учат в школе? Премьер-министр правительства России обсудил с регионами подготовку к новому учебному году. Реликвии прошлого века в современном доме. В республике воссоздали быт чувашской семьи. Страна собирается сеять за парты. Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с регионами, на которой обсуждались вопросы готовности к новому учебному году. В разговоре принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев. В России к настоящему времени насчитывается около 105 тысяч различных образовательных учреждений. К 1 сентября распахнут свои двери 55 новых школ и 449 детских садов. Кроме того, система общего образования приросла еще тысячи с лишним школ, действующих на территории Крыма и Севастополя. Все они уже обеспечены комплектами учебников по российским программам, а педагоги прошли курсы повышения квалификации, чтобы работать по новым образовательным стандартам. Еще одна особенность нового учебного года – в 79 регионах России будут учиться дети из Украины, чьи семьи вынуждены были бежать от войны. Чувашии вопросы и их устройства в школу уже решены, сообщил Михаил Игнатьев, присутствовавший на совещании в Подмосковных Горках. Все общеобразовательные школы практически готовы к приемам детей. Первый класс тоже с плюсом пойдут 500 детей. Инвестиции всего на подготовку учреждений образования вложено 1 миллиард 800 миллионов рублей. Если взять по беженцам, то 133 учеников с Украины зачислено в общей трудовой школе, 45 детей – детские сады. Премьер-министр правительства России также обсудил с руководителями регионов перспективы нового проекта, который должен стартовать после повсеместного завершения строительства детских садов. Все регионы сейчас свои силы и средства направляют на строительство детских садов. В то же время о школах думать нужно. Хотел бы, чтобы и руководители регионов об этом думали, когда планы свои стратегические верстают. Ну и в будущем нам, видимо, придется создавать отдельную программу по школам после того, как мы завершим программу по детским садам. Губернаторы поддержали эту идею, высказав готовность приступить к строительству школ. Глава Чувашии заметил, что заложить фундаменты будущих образовательных учреждений в республике можно будет уже в следующем году. Ориентация на чистую, качественную питьевую воду и никаких отклонений от курса. В Чебоксарах продолжается обсуждение проблемы отрасли водопроводно-канализационного хозяйства и пути их решения. Сами участники мероприятия назвали его конструктивным разговором профессионального сообщества с властью. На конференции водоканалов России побывали мои коллеги. В России вводят долгосрочное регулирование совокупного платежа за коммунальные услуги. Это значит, что в ближайшую пятилетку ежегодный рост не может превышать 6%, обещают специалисты. В самой же структуре совокупного платежа могут быть различные изменения. Платеж состоит из тарифа и платы за тепло, за электроэнергию, за воду и за газ. В рамках этого ограничения губернатор, когда устанавливает долгосрочные тарифы, он может приоритет отдавать водоснабжению. Если водоснабжение недоинвестировано, например, в городе Чебоксара 10 рублей за кубометр. Это действительно один из самых низких тарифов в Российской Федерации. Он может устанавливать долгосрочные решения, урезав аппетиты, например, энергетиков или тепловиков, но дать больше рост на воду. При этом общая плата, человек же квитанцию получает, общий платеж, она останется в пределах тех ограничений, которые будут заранее установлены. Долгосрочное тарифное регулирование – это одно из основных условий привлечения частных инвестиций в отрасль ЖКХ. Пока она остается малопривлекательной для инвесторов, и в этой ситуации каждый регион ищет свои пути. И если говорить о водоканале Чебоксара, то он вызывает огромное уважение, огромное уважение его деятельности, так же, как и ГУБОС. Это тот пример водоканала, когда на очень низком тарифе, одном из самых низких, 10 рублей за куб, за водоподаваемую, водоканал делает чудеса. Он содержит свое хозяйство в идеальном состоянии. Более того, реализовано много проектов, реализовано за счет разных источников. И вчера мы видели пример кулибинских решений, не боюсь этого слова, когда действительно весь водоканал работает на достижение цели. К 2020 году 90% россиян должны получить чистую, качественную питьевую воду. Сегодня этот показатель чуть более 60%. Некачественная вода становится источником болезней, в том числе и у детей. А это недопустимо, подчеркнул Андрей Чебис. Кроме того, даже на лучших водоканалах России аварийность в два раза выше среднего показателя европейских стран. В сферу водоснабжения и водоотведения необходимо привлекать не только инвестиции, но и профессиональные бизнес-структуры. Для этого на федеральном уровне принят акт о предпринимательской прибыли. Возвращаясь к основной идее, в 2016 году в стране не останется ни одной компании с краткосрочным тарифом. Все перейдут на долгосрочный параметр тарифного регулирования. И важно, чтобы потребитель увидел и почувствовал, за что он платит. Подвели итог участники конференции. Строительство дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Объединение двух детских больниц обсуждали сегодня на свидании Кабинета министров и Республики. Минсельхоз Чувашия предлагает изменения в республиканскую государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. По этой программе планируется строительство дорог в сельской местности. Общий объем финансирования мероприятий по строительству и реконструкции дорог за счет средств федерального бюджета – 66,5 миллиардов рублей. Субсидии объектам Российской Федерации будут распределяться по результатам отбора региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий. В настоящее время министров Чуваши совместно с Минтрансом Чуваши ведется работа по разработке республиканской нормативы строительства дороги переходного типа. Конечно, нам надо бы как раз удешевить, пока мы представили 21 дорогу Минсельхоз Российской Федерации. Министр финансов Светлана Янилина рассказала об изменениях в республиканском бюджете. Казнач-Чуваши на 2014 год увеличивается по доходам почти на 3 миллиарда рублей. Расходы на 3 миллиарда 200 миллионов. В бюджете республики большую статью занимают расходы на медицину и есть уже результаты. Реализация социальных проектов, в том числе нацпроекта «Здоровье», программа модернизации здравоохранения позволила за 4 года снизить смертность более чем на 9%, в младенческую на 11%. Доступ к электронным рабочим местам получили 80% врачей, благодаря чему у более половины пациентов ведутся электронные медицинские карты. В ближайшее время ожидается объединение двух лечебных учреждений – Чебоксарских детских больниц номер 3 и 4. Это позволит оптимизировать оказание медицинской помощи детям. Третья больница в рамках модернизации получила очень серьезное оборудование, проведено оснащение этого лечебного учреждения. А четвертая больница, которая стационарное учреждение четвертой больницы, фактически оказывает медицинскую помощь всему населению города Чебоксара. То есть там централизованное аллергологическое отделение, там неврологическое отделение. И та реанимационная служба, которая находится сегодня в четвертой больнице, она уже начинает уступать той мощности, которая есть в третьей больнице. А территория четвертой больницы, она точно так же останется. Там расширится площадь для оказания амбулаторной помощи, там будет детский стационар, детский стационар дневного пребывания. То есть для тех пациентов, которые живут вот в этом микрорайоне. Республиканское правительство также утвердило гранты муниципалитетам Чуваши. Достигшим наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления. Ими стали Чебоксары, Яльчикский и Чебоксарские районы. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков. Республика. В Чувашии полным ходом идет подготовка к международному спортивному форуму «Россия. Спортивная держава». В эти дни в республике находится делегация из Москвы, которая курирует вопросы подготовки к форуму. После рабочей экскурсии по городу представители оргкомитета из Москвы встретились с членами республиканского оргкомитета. Гости на месте знакомились со спортивной и транспортной инфраструктурой, изучали вопросы информационного обеспечения, культурных мероприятий, а также финансирование подготовки к форуму. Напомню, что международный форум «Россия. Спортивная держава» пройдет в Чувашии 9 и 10 октября. К нам приедут почти 3000 гостей из Российской Федерации и 20 зарубежных стран. Я считаю, что достойный выбор в последние годы, и не только последние годы, спорт у нас всегда был на высшем уровне, а в последние годы уже спортивных объектов становится больше. Поэтому я думаю, что пятый форум проходит у нас в Чебоксарах, в Чувашии. Это выбрано по достоинству. Из столицы Чувашии выдворяют группу жителей Турции. Иностранные граждане прибыли в республику как туристы, но фактически занимались религиозно-просветительской деятельностью. Суд признал их виновными в нарушении режима пребывания в стране. О том, что жители Турции находятся в России с нарушением режима, стало известно еще 22 августа. В управлении Федеральной миграционной службы сообщают, что в миграционной карте цель приезда была указана туризм. Однако во время пребывания в Чувашии они участвовали в религиозных службах. Постановлениями суда иностранцы привлечены к штрафу и выдворению за пределы России. Согласно российскому законодательству, въезд на территорию нашей страны им запрещен в течение последующих пяти лет. 95 лет назад Совет народных комиссаров принял декрет о национализации кинодела в Советской России. 27 августа кинематографисты нашей страны отмечают профессиональный праздник – День российского кино. Первый российский игровой немой короткометражный фильм «Понизывая вольница» сняли в далеком 1908 году. Не посмотреть его в свой профессиональный праздник ветераны киноотрасли Чувашия не могли. Первый фильм был снят частным лицом. Тогда, 95 лет назад, было принято решение о национализации кино. И с тех пор кино стало важным государственным видом искусства. Говорили в праздничный день не только о прошлом, но и о настоящем и будущем. В частности, о Чебоксарском кинофестивале. Год от года он набирает обороты. Ну а через пару лет в Чувашии планируют реализовать еще один амбициозный проект. «Чувашикино» в 2016 году, своему юбилею 90-летию, мы планируем создать студию документальных фильмов имени Якина Семеновна Максима Кошкинского. Испокон веков Чуваши стремились передать семейные ценности молодому поколению. Пожалуй, в каждой семье найдутся предметы прошлого, которые сохранились благодаря нашим предкам. Герой следующего сюжета воссоздал наглядную картину быта чувашской семьи начала прошлого века на примере своей собственной. Вениамин Кожевников родился в небольшой деревне Ячикского района. В послевоенные годы семья жила бедно, поэтому старые вещи, как правило, не выкидывали. Благодаря бережному отношению к семейным реликвиям, Вениамину удалось сохранить орудия труда и быта. Идея открыть музей возникла давно. Однако осуществить ее удалось только три года назад. Все мои родственники знают, что я тот и тот собираю. И каждый, при любом, где бы они ни были, они стараются хоть что-нибудь найти. Поэтому это плод общего труда. Не только я, допустим, начал, а остальные поддерживают меня. Где только что могут, они находят. Отдельный уголок в доме музея посвящен чувашским рукодельницам. Здесь представлены не только готовые изделия, но и инструменты, с помощью которых они создавались. Вот эти вещи я в этом году нашел в Парецком районе. Когда жена поехала туда посещать могилу своих родственников. Вот здесь лен завязывали, привязывали, потом тесали, потом же все это пряли. И вот потом уже на ткацком станке делали ткань. Свадебные платья и обереги, крупорушка и орудия для сбора урожая. Все это можно увидеть в доме музея. Экспозиция не приносит никакой коммерческой выгоды. Все, что мы делаем, мы делаем для детей. Подчеркивает Вениамин Иванович. И дай бог, чтобы они передали это внукам и правнукам. Дарина Игнатьева, Светлана Аликимова, Андрей Шоколев, Республика. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии, руководитель Республиканской Федерации фитнеса и аэробики Оксана Вербина. Речь пойдет о подготовке к Международному форуму «Россия. Спортивная держава». А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова